Друзья, всем привет! Сегодня нам поставили задачу выбрать автомобиль в диапазоне от 800 до 900 тысяч рублей. Это должен быть кроссовер, полноприводный, с автоматической коробкой передач. Какой выбор сделали мы, смотрите в сегодняшнем выпуске. Это проект Первый Диавторынок, рубрика сравнения автомобилей. С вами его ведущий Устюжанин Евгений и Ян Симаков. И если вы готовы, то погнали! Lexus 330, 2003 года выпуска, привезен к нам из Америки летом 2007-го. У него оригинальный ПТС и было всего два хозяина. Представительский внешний вид, среднеразмерный кроссовер, премиум класс. У него установлены зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, галогеновые фары, противотуманки передние. Также по всему периметру автомобиля установлен неокрашенный пластиковый обвес для защиты вашего автомобиля от дорожных неприятностей. На лобовом стекле есть небольшая трещина, зато все стекла установлены у него оригинальные. По кузову видимых косяков так таковых нет. Багажник у него не маленький, объемом 490 литров. А вот если сложить заднюю спинку сидений, которые складываются в гладкий пол, мы увеличиваем наш багажник до 2130 литров. Также под полом есть дополнительно очень много пространства для ваших инструментов, либо каких-либо мелочей. Пятая дверь на электроприводе. Здесь все, пойдем в салон. Сзади на пассажирском сидении места много. Для более комфортной езды кресло регулируется продольно, также можно наклонить спинку и расположиться довольно вальяжно. Также в ней находится широкий подлокотник, в котором находятся подстаканники и вместительным боксом. Тут же в спинке встроен люк для длинномеров, чтобы не терять посадочное пространство при перевозке длинного груза. Сзади, я думаю, все. Пойдем пересядем за водительское. Присаживаюсь в этот автомобиль и ни на секунду не забывай, что этот автомобиль премиум класса. Здесь кожаный салон, кожа приятная на ощупь, качественная, есть вставки под дерево. Посадку под себя подобрать в этом автомобиле не составит никакого труда. Все легорировки здесь электрические. Также есть две кнопки памяти. Это очень удобно, если вы делите ваш автомобиль с супругой. У водителя и у пассажира есть отдельные подлокотники. Далее по кнопочкам под рулем находится у него круиз-контроль, мультируль. А с правой стороны у него двухзонный климат-контроль, штатная аудиосистема, подогрев сидений, автоматическая коробка передач. Ниже у нас находятся подстаканники и вместительный бокс. Все четыре двери здесь оснащены автоматическими стеклоподъемниками. И еще, что меня порадовало в этом автомобиле, здесь есть люк. По салону и по кнопочкам все. Теперь заглянем под капот. Под капотом у него установлен двигатель VVTi V6 с объемом 3,3 литра с мощностью в 230 лошадиных силы. До сотки этот автомобиль разгоняется за 7,7 доли секунды. Средний расход у него где-то 13-14 по городу и где-то 10-11 литров по трассе. Далее давайте немножко прокатимся. Стартует хорошо. Подвеска у него мягкая. Едет довольно приятно. Двигатель почти не слышно. Маневрирует на дороге хорошо. Стойки обзору не мешают. Зеркала большие, информативные. Немножко несет. Из колеи выбивает. Хотя полноприводный автомобиль. А так в принципе автомобиль хороший. Едет в принципе довольно таки неплохо. Едет он. Мне очень нравится. А мой выбор Honda CR-V третьего поколения. Как вы видите машина дорестайлинговая. Я выбрал 2008 год. Если мы говорим о сумме 800-900 тысяч рублей. То я считаю, что именно 2008-2009 год это будет самое лучшее соотношение цены и качества. Поясню почему. Можно конечно выбрать автомобиль такой и уже рестайлинговый год 2010. Но состояние будет уже не такое, как вам хочется. Либо можно найти автомобиль такой дешевле. Но опять же уже вопрос будет касаться состояния. Вряд ли вы такой автомобиль захотите себе брать. Итак, что мы имеем. Honda CR-V 2008 года выпуска. Здесь максимальная комплектация. То есть именно в эти деньги можно взять прям самый-самый, как говорится, жир. Мотор 2А4. Конечно же автоматическая коробка передач. Ну и повторюсь, максималка. Что касается дизайна Honda CR-V третьего поколения. Я считаю, что ребята из Honda в свое время очень даже угадали. Потому что эта машина смотрится актуально и сейчас. После рестайлинга конечно немножко поинтереснее она смотрится. В целом к дизайну Honda CR-V третьего поколения. Каких-либо претензий нет. Единственный момент. На пятую дверь всегда просится спойлер. В моем варианте спойлер есть. И это добавляет спортивности этому автомобилю. Внутреннее пространство у Honda традиционно хорошо продумано. И это CR-V не стало исключением. Багажник довольно-таки вместительный, удобный. Но все-таки есть пару вопросов у меня к нему. К примеру, пластиковые элементы по бокам в салоне. Именно в самом багажнике. Они уступают и на мой взгляд они мешают перевозке крупногабаритных вещей. И еще один момент. Он касается не самого багажника, а пятой двери. На пятой двери есть пластик. И в нем скапливается вода. Когда вы поднимаете крышку, на вас эта вода бежит. И момент такой. Второе, этого поколения, была проблема с пятой дверью. Ее по гарантии перекрашивали. Ну, такой совет небольшой. Если будете искать себе такой автомобиль. И пятая дверь окажется окрашенной. Не обязательно она окрашена именно после ДТП. Была коррозия и дилер по гарантии красил. Так как финансово мы имеем возможность приобрести автомобиль максимальной комплектации. То и двигатель, соответственно, здесь будет 2,4 литра. К24А, модель этого мотора, неприхотливый, надежный, долговечный. И здесь же сразу можно сказать про коробку передач. Пятиступенчатая коробка, обычный автомат. Ну, тоже каких-то претензий к нему не обнаружено. Раз уж мы открыли капот, претензия есть у меня небольшая к размеру аккумулятора. Почему-то на Хонде традиционно сают маленькие аккумуляторы. И ЦРВ не стало исключением. Сюда вот прям просится аккумулятор большей мощности, большей емкости. Частично решает проблему сигнализации. В зимнее время, в холода, прогревы и машина не замерзнет. Если машина замерзла, то с таким аккумулятором, с маленьким, двигатель будет сложно прокрутить и придется прикуривать. Еще раз скажу о том, что Хонда всегда очень грамотно прорабатывает свои салоны. Поэтому мне здесь хватает места, как спереди, так и сзади. Сзади мы потом покажем, как я сижу. Скажу еще раз, да, претензий особо нет. Есть один момент. Ручник располагается посередине, между сиденьями. Как я считаю, не очень правильное решение. К примеру, на праворульной ЦРВ в таком же кузове ручник ножной. Это удобнее. Ну, вот это, пожалуй, единственный момент, который вызывает претензии. А в целом все неплохо. Пластик, правда, жестковатый. Но ЦРВ не относится к тем автомобилям, у которых скрипит салон. Ну и выглядит вполне себе. Также для кроссовера здесь очень хорошая боковая поддержка сидений передних. Это тоже плюс. Еще раз скажу о комплектации. Да, она у нас максимальная. Мы получаем кожаный салон, полностью кожаный салон. И, как я считаю, в данной машине есть абсолютно все необходимое для стандартного водителя. Здесь есть подогрев сидений, есть подогрев зеркал, круиз-контроль, раздельный климат-контроль двухзонный, водительское сидение на электроприводе. Я считаю, это все, что нужно. Конечно, в автомобилях более высокого класса больше опций. Но, к примеру, я водитель-сибиряк. Мне нужно, чтобы как можно больше каких-либо поверхностей грелось. Здесь это все есть. Это добавляет удобства в эксплуатации. Больше ничего не нужно. Как и обещал, показываем мое положение на задних сидениях. Я сел сам за себя. То есть я сел сначала спереди, настроил все регулировки и сел назад. Места очень много. Его хватает. Я считаю, что три взрослых человека сюда сядут спокойно. Что касается безопасности, есть подушки на боковых стойках. Поэтому за безопасность можно не беспокоиться. Для двоих пассажиров сзади есть широкий подлокотник. Тоже удобно. Если что-то нужно перевести длинное, складываем сидение. Это опять же к вопросу о том, как Honda прорабатывает свои салоны. В общем, удобно. Очередной плюс в этом автомобиле. Решили мы прокатиться на ЦРВ по плохим и хорошим дорогам. Поехали. Плохие дороги. Это у нас в данном случае дворы нашего города. Сейчас заснеженные улицы. Вообще, на самом деле, катался на многих кроссоверах я. И хочу что сказать именно про ЦРВ. Она дарит такую комфортную жесткость. То есть, не сказать, что мягкая, как, например, в седании бизнес-класса. И не сказать, что жесткая, как в каком-то спортивном автомобиле. Здесь все в меру. За это я и люблю ЦРВ. Ну и если мы выйдем сейчас на дорогу с хорошим покрытием, с асфальтом, то посмотрим, что будет. Здесь, на самом деле, ЦРВ тоже не показывает чего-то сверхъестественного. Но за счет своей жесткости, да, такой в меру, вы не теряете контроль над машиной, как на городских дорогах, так и на трассе. За это тоже мне эта машина нравится. И, например, если вы по городу ездите, да, например, такое кольцевое движение. На этой машине я скорость практически не сбрасываю, потому что она держит дорогу классно. Ну, конечно же, зимой нужно иметь хорошие покрышки, чтобы не улететь. Поэтому, как по проселочным дорогам, по дворам, да, так и по хорошим асфальтам, дорогам, эта машина ведет себя предсказуемо и очень комфортно на ней ехать. Ну, что касается мотора, у нас здесь 2.4 двигатель. Я считаю, это очень хороший вариант именно для данного кроссовера. Двушки, в принципе, хватает, но на трассе будет некий дискомфорт при обгонах. И тем более мы говорим о сумме 800-900 тысяч рублей. Это как раз те деньги, за которые и нужно, я считаю, брать мотор 2.4. В городе достаточно, на трассе вполне. Даже если в вашем автомобиле едет 5 человек, то не будет какого-то страха на трассе при обгонах. Поэтому я считаю, что 2.4, конечно. И еще момент такой. К примеру, на других марках 2.4 мотор, он почему-то не такой прыткий, не такой резвый. На Хонде мы знаем, что устанавливается система F-TEC, которая позволяет выжимать из объема максимум. Соответственно, здесь по документам 166 лошадок, результат не выдающийся. Но, тем не менее, работа мотора, она заслуживает похвалы. Я считаю, что, еще раз скажу, это золотая середина. Конечно, если брать премиальные какие-то автомобили, уже за другую цену, не ту, о которой мы сейчас с вами говорим. Там моторы будут большего объема, машина будет более резая. Но там уже другая цена. И, кстати, не всегда там и качество такое. Потому что сам имею опыт езды именно на ЦРВ и попытался найти в интернете отзывы у людей, которые именно негативно отзываются о таком автомобиле. Ничего критичного у этой машины нет. Очень надежный аппарат. Итак, почему я выбрал Хонду ЦРВ? Это высокая ликвидность, это приемлемый расход топлива для кроссовера. Также высокая надежность автомобиля. И важный момент в сравнении с Lexus, который старше на несколько лет, это запас прочности, который остается в этой машине. То есть мы имеем примерно плюс 4-5 лет запаса прочности именно в этой машине. Я выбрал Lexus 330, потому что это надежный, безопасный, комфортный и престижный автомобиль премиум класса. А еще он мощнее, чем Хонда ЦРВ. А какой выбор сделаете вы? Решать вам. Приезжайте к нам в салон RDM Import за новым автомобилем. В диапазоне от 800 до 900 тысяч рублей здесь большой и широкий выбор автомобилей разных моделей и марок. Эти и другие автомобили вы можете найти на нашем официальном сайте, либо позвоните вот по вот этому номеру телефона. А также, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Это был проект Первый Део Авторы Нак, рубрика «Сравнение автомобилей». С вами были его ведущие, Устюжанин Евгений и Ян Сумаков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok